Итак, всем привет, с вами Добгай, и мы продолжаем играть в Кайзершизу за Францию. Наполеон возвращается из своего знания по Францию, и вот он высаживается. С вами Добгай, и обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг на мой канал не подписаны. Поехали! Итак, вот она выставка, здесь зелененькая уже, да, ожидаемо. Здесь штрафов около 30%, но это как бы можно пережить. Сейчас еще у нас войска доезжают потихоньку. Ну, танки, видите, поднимают атаку свою, потому что у нас у танков есть и инженеры, и огневотные танки. С ними очень-очень удобно. Здесь мы их пробиваем, теперь вопрос, что по пехоте вот тут. И что у нас, черт возьми, флот делает? Пока что ни хрена, давайте его переставим вручную. Мы забираем здесь все побережье, но здесь нет нигде порта. Впрочем, мы выбиваем порт вот здесь, прекрасно. И танки могут начать свое движение вот сюда. Здесь мы просто расширяем наш плацдарм, чтобы, если что, куда отступать, манерировать здесь от их войск. Выбиваем здесь провинцию. Точно так же двигаемся вот так. Может, даже сможем окружиться, если говоря, здесь войска. Сейчас узнаем. Да, скорее всего, не получится. Ну, отлично, в этом случае порт уже взят. Сейчас надо соединить наши войска. Что-то мы окружим, судя по всему. Но вряд ли много. Я пока еще все постоят. Да, мы ничего, вообще ничего не окружили. Ладно, плевать. Говорится, увы, но самое главное есть. Плацдарм прекрасный, готов. Делаем план. Начинаем набирать планирование. Перебрасывать сюда больше войск. И начинаем планировать операции нашими танками. Пока что мы обрежем западные территории. И вот так вот будем на запад идти. И потом выходить к северу. Поехали. Ну, кстати говоря, тут есть решение. Смотрите-ка. Поддержка войны. Элистские дивизии. И подчинение от своих сопротивлений минус. Давайте понажимаем все подряд. Почему нет? И у нас с фокуса нету. С фокуса уже почти все закончились. Тут мало чего осталось интересного. Но давайте чисто добьем какие-то морские и авиационные. А еще мы смогли освободить вот здесь вот Ниццу. Прекрасно. Южное побережье практически полностью наше. Осталось тут буквально чуть-чуть еще продвинуться. И точно будет полностью наше. Можно наш флот перебросить к Британии, я думаю. Потому что здесь небольшое дело. Хотя ладно, почему Британия? У нас еще есть Италия, которую тоже можно подушить. И этот лот давайте на вот такой вот поддержке. Вроде все должно быть отлично. И поднимается ополчение. Ага, мы просто получаем плюс две дивизии. Ну слушайте, они такие. Я бы сказал, уровня пойдет. Давайте их передадим сюда. Удалим здесь все приказы. И... Кстати, это можно использовать... Давайте, наверное, чуть-чуть по-другому сделаем. Все новые дивизии будут идти в нового генерала. Ну, к примеру, вот в этого. Сюда и какой-нибудь с новым цветом. Здесь тоже надо все по цветам разное. А вот этот Наполеон пускай готовит выставку в Италию. Почему нет? Нам бы ее капнуть желательно до падения в Франции и Британии. Потому что это дополнительный варскор для нас. Ведь пока что большая часть варскора, если что, скорее всего, у Германии. А нам нужно набить достаточно для себя, чтобы забрать себе точно всю Францию. А в идеале еще какие-нибудь дополнительные территории. Так что готовим выставку. Южный побережок полностью наше. Можем потихоньку начинать наступление на север и северо-запад в основном. И мы можем и дальше эти кнопочки нажимать. И готовить здесь какие-то, смотрите-ка. Какие-то операции, подрывать снабжение. В общем, вести полностью тотальную войну за освобождение Франции. Как мы и должны это делать, собственно говоря. Прекрасно. Франция будет освобождена вовремя. На юге еще, судя по всему, успеем заготлить вражеские танки. Прекрасные новости, я вам скажу. Ну да, так и получается. Слушайте, ну пока что коммуна нам особых проблем вообще нет. Стреляют, конечно, они еще воюют, скорее всего, с Германией. Но это надо понимать. И что-то, стабильность, либо политка я беру в стабильность, конечно. Здесь выставка готова. Можно тоже начинать. Потому что нельзя дать никому, кроме нас, забрать здесь варскор. Это очень критично. Так же начинаем проникать подальше. Впрочем, можем вообще нажать вот так. Я думаю, проблем с этим не должно быть. Только надо убедиться, что у всех острая агрессивность, чтобы никто слишком не агрессировал. Авиации у нас не хватает. Очень не хватает. Но что поделать. Промышленность у нас плачет пока что. Ничего, скоро станет получше. И выставка успешна. У итальянцев здесь даже особо и не было гарнизона, я вам скажу. Прекрасно. Да, мы поляром освобождаем. Из-за самых проблем. Удаляем все приказы и эту армию заводим сюда. Отправляем атаковать до самого Неаполя. Как бы он может что-то прокачать, это неинтересный перк. Кто-то сопротивляется нашему возвращению, но это все лишнее. Мы сейчас здесь совсем справимся. И вот мы потихоньку возвращаемся в все больше и больше территорий. И промышленность тоже переходит под наш потихоньку прямой контроль. Прекрасно. Я бы сказал, для нас это шикарные новости. Конечно, у нас здесь все еще сопротивление будет. Но со временем мы с ним справимся. Плюс у нас здесь есть решения, которые потихоньку дают нам в виде подчинения. Именно цель сопротивления. То есть, очень приятные вещи. Надо нажимать, конечно. Ну, что я могу сказать? Давайте посмотрим на варскор и на потери. У нас 22%. Это немного, но это, честно, 22%. И самое главное, они еще подрастут. Так, то есть, классики сломался фронт. Нужно срочно пушить, потому что здесь кто-то еще высадился. Кто это? Дания. Еще это рейкспакт. Рейкспакт спешит, надо срочно опередить их. Они хотят лишить нас заслуги выставки. Надо им не дать. Так вот. Мы сейчас здесь заберем. Францию эту капнем. Именно капнем. Это даст нам еще и оккупации. И урон еще тоже потихоньку подносим. Британия потом. И я думаю, должны мы им иметь около большинства хотя бы. Хотя бы хватит на саму Францию, я думаю. Если даже наши легкие танки некоторыми дивизиями противника не пробиваются. Что меня очень-очень радует, несомненно. Вот Италия капнула. Такой у нас процент 25. Это уже солидно. Это уже очень солидно. Нужно подбивать. И эту армию можно сразу отправить и готовить выставку в Британию, я думаю. Хотя я могу эти дивизии еще и распустить, которые у меня поднялись. Я так и сделал. Это люди и винтовки. Мне это очень пригодится. Я думаю, подготовим планы к последней атаке. Давайте чуть-чуть замедлимся. И танки подведем к Парижу. Именно они, я думаю, возглавят наше нападение по возвращению, так сказать, Парижа. И можем заказать еще несколько танков. У нас, конечно, их немножко не хватать будет. Но потихоньку наберутся. Плюс, конечно же, нашим танкам, я думаю, стоит выдать награды. Политки пока нету. Как будет, сразу выдадим. Нажмем еще штабное планирование. Фокусы, как обычно, у нас почти какие-то не нужны. Наберем планирование, бонус, и будем отправляться. Можем начинать. Танки просто следуют на Париж. И пехота тоже успешно везде пробивается. Единственное, авиацию стоит перебросить под Париж, как раз таки. Да, воздух все еще только желтый. Не зеленый, к сожалению. Но даже этого хватает. Более того, да, наши дивизии, видите, легкие, не пробиваются вражеской пехотой. Прекрасно. Впадение Парижа. Теперь у нас есть лихардка воссоединения. Плюс 15 атаки. Добить просто красную гнель. Отлично. Получаем кучу снаряжения от них. И какие-то войска их союзников на границе все еще не сдаются. Они были, видимо, связаны боями в Германии. Все еще не знают приказа из штаба французского о том, что они сдались. Но ничего. Сейчас мы им объясним, так сказать, доходчиво. И вот здесь вот тоже объясним, думаю, более чем доходчиво. В Британии что-то ей пора проследовать, к примеру, Франции. Вручную, я думаю, поддержим высадку, чтобы точно была здесь поддержка. Есть. Порт будет взят. Здесь тоже будет взято все. Прекрасно. Более того, здесь еще и окружим мы британские войска. Отлично. Последние войска здесь нейтрализованы. Здесь тоже удаляем все приказы. Ставим приказы. Только это армия канадца на севере. Все еще ведут свои бои, но теперь мы здесь, поэтому все хорошо. И здесь тоже все закончилось. Надо, знаете, что делать? Правильно. Готовить сразу укрепление против немцев. Кто знает, что эти ганцы там все задумали. Нужно срочно готовить резервы на всякий случай. А там, кстати говоря, на востоке пала Россия, скорее всего. Драготру уже сдали. Да, я думаю, Россия пала. Это лишь некоторый вопрос времени. Так что на востоке у нас помощи точно не будет. Нам нужно будет рассчитывать только на себя в этом конфликте. Теоретическом, конечно же. Ну, мы знаем на самом деле, что он будет не теоретическим с Германией. Вообще, я подумал, что мне можно сейчас подкопить политку, потому что, насколько я помню, там сейчас у нас надо будет нажимать кучу решений на всякие реинтеграции. Я вот сюда их понажимал, чтобы подчинение и цель сопротивления понизить. Наверное, это неплохая идея, но стоит подкопить. По-моему, там потом нам надо будет много. Плюс, здесь не такие уж интересные бафы. Вот здесь вот, да, прикоятные очень бафы, но они могут потерпеть. А еще у меня какой-то... Окей, нет, это не баг. Это просто у меня была свернута все. Продолжаем теперь строиться вот здесь, что на лютера структура. Да, она вся уничтожена, и французы ее не починили. Видимо, теперь нам ее придется чинить. Ну, что делать? Вот эта инфраструктура тоже уходит сам и низ, наша французская. У нас очень много цивок, и у нас всего 1% НП. Как прекрасно. Была бы стабильность повыше, было бы еще лучше. Британский союз сдается, и за ним сдается весь альянс. И да, мы смогли себе забрать большую часть победных очков, а значит, мы можем определять, кто что получит. Конечно же, французы получат все, остальные получат все, что останется. То есть, ничего. Ну и Канаде и Британию дадим, конечно. Это будет справедливо. И вот оно. Мы получили себе Францию, Канаду, Британию. Мы вернулись. И мы не уходим никуда. Меняем фокус. Все-таки мы его не сделаем. Так, судьба Гаяны. Неотъемлемая часть Франции, либо... Конечно, неотъемлемая. Свобождение. Давайте приступим к работе. Начинается у нас послевоенная разруха, административный хаос. И пропадает у нас антикомандарное настроение. Окей. Часть региона остается национальным, но, я так понимаю, не все. Не все у нас становится национальным. Да, так и есть. Что ж, нам предстоит большая работа, но давайте, наверное... Наверное, сначала вот эти фокусы сделаем, потому что у нас очень неприятные дебафы. Здесь стабильность недели поднимается, и куча промки. Давайте разберемся сначала с этим. Поехали вот сюда. И вот оно. Мы отвоевали в Метрополии. Метрополии, по-моему, точнее. И скоро должна быть, наверное, еще и... Британская? Тоже возвращение в Канаду. Да, возвращение короля не делают. Это же оно? Давайте посмотрим на их фокусы. Это оно. Прекрасно. И у нас начинается социалистическое сопротивление. А черт бы их побрал. Социалисты не дают нам спокойно здесь со всем разобраться. Но ничего. Ничего. Мы тут справимся со всеми. Мы уже, как я сказал, никуда не уйдем. Вот, мацусского снега можно интегрировать. Давайте, да? Почему нет? И здесь пока что вот так. Ну, давайте возвращаем землю. Если кто-то там что-то, должны вернуться. Ну, так чисто. Да. И здесь для меня нынде воюют с коммуны Бхарата. Ладно, так и быть. Давайте поможем этим ребятам на этом фронте тоже. Пока что я не думаю, что будет война с Германией прямо сразу. Что у нас есть время немножко восстановиться. Так, Россия капнула. Это грустно. В Германии не будет, так сказать, никого, кто бы ее отвлекал. А в Америке побердают синдикаты. Это тоже, кстати говоря, очень грустно. Так, бюрократы. Избавиться от них, либо отпустить все меньших преступников. Умеренно ослабли, либо несколько. Умеренно, наверное, сильнее. Давайте, конечно же, избавляемся. Мы должны все на корню сушить. Антанта наготове. Прекрасно. Ладно, давайте поможем. Да, против коммуны парада. Заходим в войну. И наши солдаты едут помогать нам, Индия. Ладно, она вряд ли нам помогала, но все равно. Реставрация садена королевства. Прекрасно. Мы вернулись. Британцы тоже вернулись. Но наш противник Германии все еще на месте. Надо с этим будет что-то обязательно делать. Ой, вот эти кнопочки по восстановлению, как я и говорил. Надо нажимать. Ладно, они стоят не так много. Так что давайте... А, вот эти стоят не так мало. Прекрасно. Это даст нам неплохо еще промочки. Это очень-очень будет кстати на самом деле, потому что нам нужно до Германии догнать. И слушайте, Кайзер умер. Кайзер понял, что Франция снова на коне. Не выдержал. Получился тречный приступ. Все так и было в истории. Предоставление шляпе сдомным. Заброшен на офисах, либо, конечно же, построим. Все для нашего народа, очевидно. И вот прибывает французская армия. Теперь все хорошо, потому что мы здесь. И... Ступаем. Я думаю, Индия не сможет ничего сделать. Итак, исправить загрозные голода, либо поддержить их. Угу. Французской политики. Конечно, надо их поддерживать, я считаю. Нужно всю вот эту вот левую грязь на корне пересекать. Как мы сейчас сделаем в Индии. И как мы вскоре, я надеюсь, сделаем в Америке. Ленка потихоньку восстанавливается. Мы сейчас еще расселим вернувшуюся. Получим ячейки тоже полезные. И доиспавляемся от всех этих дебафов. Идей Федерации. Прекрасно. Встали эти страны уже скоро. Итак, работа с возвращенцами. Уважаемые законы имущества изгнанников. Кажется, от африканских владельцев. Либо комитета для решения этих вопросов. Ага. Ну, я думаю, нам нужна стабильность. Поэтому, конечно же, пускай комитеты будут, чтобы все было честно. А еще я просто хочу стабильность. А в этом моде стабильность решения качать нельзя. Увы. Полиция коммуны. Я думаю, надо, конечно же, полностью избавляться. Полиция. Нам это не подойдет. У них совершенно другие бульсгады. Они работали по совершенно другим законам. А мы же восстанавливаем Францию. Смотрите, мы уже очень неплохо подпушили коммуну. Сейчас перестроимся. Подпланируемся. И можно будет начинать все дальше наступление. И да. Индия не может справиться с нашей армией. Потому что французская армия лучшая в мире. В темпе пилотов интанты. Блин, шикарно, конечно. Конечно. Такой баф нам обязательно нужен. Он небольшой, но это честный баф. Я только сейчас заметил, что у меня после стрима остался бонерочек. Извиняюсь за это. Теперь в нижнем правом углу все чисто. Инертность местных комитетов. Смотрите-ка. Ага. Решать вопросы. Это все было справедливо. Но все... Короче говоря, проблемы у нас имеются. Да. Как же эти споры? Кому давать предпочтение? Взрастет либо слабнет? Надо, я считаю, чтобы оно ослабло. Очевидно. Блин, помните эту войну с Непалом? Это мы все еще воюем с тем Непалом, с которым Британия начала воевать несколько лет назад. Сколько же британцы не способны самостоятельно решать свои проблемы? Ну ничего, мы здесь, так что... Так что теперь все в порядке. Ну и, кстати говоря, SR очередное. Мы вложили туда 50. У нас был минус. Все еще смогли вложиться как-то на 50. Видимо, скам схемы французские, так сказать. Но это очень даже кстати. Мы теперь можем подстроиться еще. И ТАС-АТОП у нас теперь реально хватает. Прекрасно. Но политка на восстановление, конечно, затянется из-за кучи разных дебахов. И, ребята, немецкие планы по морю настолько суровы, что они заканчивают план 34-го года в 41-м году. В конце 41-го года. Это поистине хорошее планирование немцы. А еще я был бы не против, наверное, карлистам закинуть снаряжение. Потому что мы все-таки стоим на их стороне в этом конфликте. Мы как бы их уже поддержали. Надо бы их поддерживать до конца. Давайте зашлем им немножко поддержечки. Добьем Непал, потому что иначе это будет вечная война. А нам хочется, чтобы она уже закончилась. И чтобы наши соединники не были стянуты все в Индию, черт возьми. Так что надо разбираться. В целом, да, потихоньку сейчас закончатся. А не Франция решает вопросики. И да, вот Непал капает. Интересно, кто его заберет. Наверное, Индия. Да, так и есть. Прекрасно для нас. Армия продвигается дальше. Субтитры со федератским корпусом коммунаров происходит. Дать нам советы, которые будут либо судить всех за измену. И я думаю, это то, что нам и нужно сделать. Очевидно, что, конечно, принимать их советы можно было бы. Но нужно дать всем понять, что нас предавать нельзя больше. Про союзами и администраторами. То же самое. То же самое. Мы сможем изучить все и так. Если у них было что-то невероятное. Но по факту их красные юридические вещи нужно сжигать. И оставлять лишь наши политики. Катерин трудно всю жизнь. Правильный суд. Хотя визитик неизбежен. Надо, конечно же, разбираться с правильным судом. Точнее, это с сопротивлением. Поэтому какие-то демонстративные суды это лучше, чем просто повешение. Я с этим согласен. Суд готов. И восстановление страны готово будет. Прекрасно. Все дебафы, что нас сушили, кроме сопротивления, будут уничтожены. Хотя, по-моему, сопротивление тоже уже нет. Ладно, еще чуть-чуть осталось. Последнее задыхание. Отлично. И смотрите, восстановление идет просто в полную мощность. Мы когда что-нибудь все восстанавливаем здесь, у нас появляется восстановление здесь. То есть из-за этого еще больше промки получаем. И сейчас все эти регионы это восстановим. И будем просто гигачадовыми. А вот и коммуна Бхарата капитулировала. Я должен убить, за что все получит. Доминион Индия. Давайте-ка от них будем душить все, что тут кто-то еще будет забирать. В целом на этом, наверное, все. Что мы будем здесь делать. Получилось немножко странненько, но пойдет. Давайте на всякий случай я сюда свою армию поставлю тоже. Скорее всего, здесь тоже будет сейчас война. Нужно было бы с ней закончить до того, как я всю свою армию захочу перевезти в Европу. И синдикаты Америки на Китайском Союзе с Венисуэлой и Колумбия. Подтала мне проблем. Британцы решили подкинуть еще. Ну что ж, Наполеон уже знает этот фронт. Он воевал там вместе с федералистами против Красной Угрозы, но не хватило нам времени, чтобы переломить итог войны. Но Наполеон отправляется туда. Красные не переживут пришествие Наполеона в Америку. Или давайте. Мы вроде делали здесь все, что мы хотели. Здесь, конечно, еще есть вот тут приятные бафы. Здесь еще ячейка исследований. Шестая. Блин, это, конечно, все очень круто. Но ТНП, объективно говоря, он все так уже отрицательный. Так что нам единственное, что нужно будет, то вот Атак опять забрать это все еще очень сильно. Но давайте пойдем в наши политические фокусы. А на этом мы закончим нашу серию. С вами был ЛГ. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твичь в Дискорд. Все, ребята, как обычно. До скорых встреч. Всем пока. Пока.